то, что он еще не высвободил его свои способности, Бог готов общаться с человеком и помочь ему в этом двигаться. Фактически, когда спрашивают Иисуса и ученики, что Иисус обличает, что трудно войти богатому в Царство Небесное, да? Очень трудно, но не скажешь, что невозможно, трудно и спастись. И ученики задают вопрос, а вообще, кому вообще-то возможно спастись тогда? В нашем переводе написано, что людям невозможно, а Богу все возможно. В оригинале написано по-другому. С людьми это невозможно сделать, но с Богом все возможно. Понимаете, да? Разница есть, что спастись можно не с людьми, то есть следовать за человеческим догмам, и нужно за человеком следовать. Невозможно иметь спасение. Но с Богом это твои силы и Божии совместно. И здесь обращение к Гидеону идет так же само. Он говорит, иди с твоей силой и освободи Израиля. И тот понимает, что взвешивает, мы никакие, наше колено никакое, я самый младший, мне торба. То есть, а Бог видит немножко дальше. Он говорит, иди, я буду с тобой. Я буду с тобой. Самый великий потенциал, который Бог внутри нас дает, уверенность в самом Боге, что Он будет с нами. Смотрите, Иисус Ишуа говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Больше того, говорит, хотя бы немного, верь немного, чтобы твоя вера была в горчичное зерно. Возможно. Послушайте, мы, как верующие люди, сегодня хотим и желаем быть на передовой. Как Дэн Джастер говорил такую простую фразу, кто из вас, не евреев, хочет быть евреями? Многие там подняли руки, говорят, зачем это вам надо? Ну, зачем это вам надо? Как бы все такие, ну, как бы с евреями. Говорят, те, кто не евреи, не желайте быть евреями. Вам это не надо. Вам не надо газовые печи, вам не нужны преследования, повешения, унижения, насмешки и так далее. Вам это не надо. Но что вам надо, это понимать, что ваша участь с вивейским народом вместе и быть, то есть, помогательной. Так же самое и с верой. Нам нужно иметь маленькое зерно. Нам не нужно быть всемогущими христианами. Возложить руки на всех, и они будут здоровы. На кошку там и всех остальных. У нас есть вера. Я знаю, ты возлагала руки свои на свою собаку, и было здорово. И мы тоже там на свою собаку возлагали руки, шпана поскорее сдохла, не смогла. Шутка, шутка. Я просто вас пытаюсь, чтобы проснулись. На самом деле, хорошая собака. И у нас тоже были чудеса с животными. Но я говорю о том, что время, как бы сказать, надо взвешивать, что Бог говорит. Иисус говорит о Кисло, что я ничего не делаю, если Отец меня не открыл. Хотя приносили к Нему всех больных, да, и Он исцелил, написано, да. Но все равно Он говорит, я ничего не делаю. Очень интересная фраза, когда Он говорит своим братьям, что настал тогда праздник кущей. Помните, да? И посередине праздника Он только пошел на этот праздник кущей. А братья Его принуждали Его идти туда раньше. И Он говорит им, ваше время уже настало. Мое еще нет. Мое время еще не настало. Такими словами, есть всему свое время. И для верующих людей, как бы у нас есть такой фраза, быть готовым на всякое доброе дело. То есть всегда быть готовым. Слава Богу! Я за то, чтобы все мы готовы были. Но я против того, чтобы мы были сумасшедшими. Окей? Вы поймите, это очень важная вещь. Однажды у нас был юноша, который учился в школе. И он сильно любил евреев, и даже приезжал в Умань, носил их чемоданы. И постоянно у них работал все. Там даже, вы даже не знаете, там очень давно было. И там, он начал там свидетельствовать им сразу. Его побили там хорошо. Знаете, там. Не-не-не-не. Его побили. И, конечно, у нас как бы был Иосиф Шула. Он с Иосифом Шула, он хорошо, друзья, говорит. Говорит, да, говорит. Я тоже как бы хочу помогать, но я не сумасшедший настолько. Ну, понимаешь, да, чтобы сразу что-то делать. Надо иметь контакт. Мудрость. Ха в голове, как моя теща любит говорить. Нужно иметь ха в голове немножко. И знаешь, что-то ха, это ну как иксик. Знаешь, вот здесь ноль полный, а немножко иксик, это что-то есть еще. Вот. Иисус говорит, что если ты можешь иметь хоть небольшую веру, веру, что это значит? Что по-человечески нам кажется, мы никто и ничто. То есть своими силами мы ничто не можем сделать, но потенциал, внутренний потенциал человека, который он имеет в Боге, он делает невозможное. Малый потенциал. И вот здесь очень важно, что нужно открыть свой внутренний потенциал. Знаете, когда вы придете, вот кто-нибудь у вас был на кладбище, что вы чаще всего, когда вот проходите возле этой могилы, что вы читаете? Начало и конец жизни, да? Но на самом деле вы не знаете, что в этой могиле похоронены потенциал какого-то гения. потенциал человека, который мог бы написать хорошие книги. Там похоронен потенциал какого-то механика. Мы об этом не знаем, да? Но на самом деле, когда мы не высвобождаем тот внутренний потенциал, который Бог дал для нас, мы его потом похороним. За что мы даже будем иметь отчет? Почему говорю об этом? Интересное местописание это Матфея 25, тринадцатого стиха. «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». О чем это говорит? За все нужно будет расплатиться. И дальше. «Ибо он поступит как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих, получил и поручил им имение свое. Одному дал он пять талантов, другому два таланта, иному один. Каждый по его силе тот час отправился». Смотрите, здесь говорится, каждый получил по потенциалу, который он имеет внутри. Почему говорю об этом? Потому что внутри вот эти вот таланты, или, как будем говорить, эти финансы, были даны относительно внутреннего потенциала. И он знал их внутренний потенциал. Имеется в виду пастырь, да, вот, как я часто говорю, пастырь, скажи, что делать? Ты должен меня направлять. Как пастырь, как человек, я не знаю этого полного потенциала. Я не Бог. Да? И что бы ты мне ни говорил, как хорошо ты любишь Иисуса и людей, и хочешь евангелизировать и все остальное, но внутренне этого потенциала, что ты можешь получить в Боге, я не рассмотрю. Только ты знаешь свои способности и возможности, что ты можешь добиться. Потому что это внутри человека оно живет. И его нужно развивать. Там дальше начинается и получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Потенциал понятно. Человек был уверен, что ему только нужно было средства. Средства, чтобы приобрести больше. Дальше. Точно так же получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вопрос, почему? А ответы будут дальше. По долгому времени приходит господин рабов и требует у них отчета. Чаще всего у нас дайте нам отчет в лидерском составе, когда мы говорим давайте мы порассуждаем, поговорим о нашем отчетности, подотчетности в служении. И люди говорят, что у них хорошо получилось, что плохо. Здесь написано, что пришел и получить у них отчет. Где то, что я дал с прибылью? Все, что он хотел. Подошел, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит ему, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость твоего. Подошел также, получивший два таланта сказал, господин, два таланта ты мне дал, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал. И я, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Слышите, да? Очень часто мы, когда смотрим эту вот притчу, мы очень как бы, ну, напролет ее, ну, хорошо, ну, один, один, пять талантов, два таланта. Садитесь, ничего страшного, садитесь. Но посмотрите внимательно, здесь он говорит, я знал тебя. Раб говорит, я знал тебя. Видно, не одно время провели вместе. И дальше он высказывает свое состояние, свою, ну, может быть, обиду. Видно, вот господин есть господин, правда? Может быть, это сказал, ну, не то слово. Может быть, он его упрекнул, либо заставлял его сильно работать, или как-то еще. И он говорит, я знал тебя, что ты человек жестокий. жнешь, дни сеял, собираешь, дни рассыпал. Знаете, вот я сейчас приходит, у меня такая мысль, как вот эти все вещи можно, ну, применяется в общине или в церкви. Здесь хорошо, понятно, здесь говорится об Иисусе, который дал талант человеку, мы должны больше принести в Царство Божье, но в реальности мы же все в общине Божьей, да, вот то ли это в церкви люди находятся, то ли в общине у нас. Фактически мы должны иметь уметь приобрести еще таланты. Не имеется в виду еще людей. Дали нам пять людей, пошли, захватим еще пятерых. И приведем в общину, скажем, пастырь, ты нам высвободил нас пятеро, а мы принесли сюда в десять еще. Я скажу, а, хорошо, добрые, хорошие члены общины, войдите в общину благословения. Ну, как бы сложно, правда, здесь не говорится о людях, здесь говорится о потенциале человека, чтобы он высвободил для Царства Небесного. То есть, если брать по-серьезному, буду говорить так прямо, то здесь очень сказано как бы для общины сегодняшнего времени. Иногда пастор или служитель, который с вами работает, он, ну, говорит, он жестокий, он вообще бездушный, но он не замечает людей, он как бы не приветствуется, и начинает говорить, насколько плохой лидер в общине. Кака. Это футболист. Верующий, да, который играет за реал, да, кака. Ну, вот, момент такой, что, если посмотреть, приписать его в наше время, то мы похожи, больше всего, чаще всего, люди, вот, на этого человека, которые ему дали, ему дали возможность служить и делать работу, да, и ответ очень такой жестокий, я знаю, что ты кака, да, кака, ты такой жестокий, ты берешь там, где ты не сел, ты туда не вкладывал, в это дело, а ты хочешь получить венец себе, и там, как и все, и как мы начинаем накручивать, ты в этом не работал, ты хоть и превозносишься, и ты все остальное, и знаете, что делает, говорит, господин, и он, этот человек говорит, ну, знаете, вот, я тебе даю то, что ты заслужил, твое, возвращаю тебе обратно, господин же его сказал ему, в ответ, лукавый, раб и ленивый, почему он скрыл этот талант? Ленивый, по одной причине, он ленивый, лукавый, имеется в виду, он затаил злость, затаил злость на своего господина, может быть, господин не был с ним, ну, как сказать, ну, ну, чересчур добрый, как бы он ожидал, да, но он требовательный был, есть служители, апостыра, которые требовательные, но которые не хотят соглашаться с, вот знаете, таким ленью человека, или хотят, чтобы он был более продуктивный, более святости было, чтобы был рост у человека, и он, как бы, более жесткий с этими людьми, но люди затаивают обиду и говорят, вот тебе твое, что сел, ты, кто пожал, ты никто, звать тебя никак, кто тебе вообще дал власть, кто тебя же поставил, и все, что ты от меня хочешь, и этот господин говорит, посему надлежу тебе отдать серебро мое торгующим, то есть, просто, где нужно было общаться с людьми, отдать свой талант тем, кто может взять тебя и употребить на том уровне, где нужно было опыты, просто нужно было не лениться, нужно было сделать, и я бы пришел и получил мое с прибылью, и так, возьмите у него талант и дайте имеющий 10 талантов, Божья математика, она не мирская математика, у Бога 5 плюс 5 будет 11, а у нас 10, понимаете, да? О чем я говорю, что здесь потенциал, который у нас есть, он должен быть высвобожден, и лень, а также лукавство, которое люди имеют, препятствует ему, этим людям, приобрести еще таланты, о чем я, например, мы сейчас молодежью работаем и говорим, мы хотим, чтобы наша молодежь была следующим поколением нашей общины, мы бы, я бы, например, не хотел бы видеть, чтобы это была община одного поколения, имеется в виду, мы состарились и нам кана, и хотел бы, чтобы наша молодежь имела намного выше, потенциал и пошла дальше, чем мы, но чтобы это сделать, их надо обудрить и увидеть в них таланты и помочь им высвободить свой потенциал, на сегодняшний день и мы увидим, что некоторые наши, наши дети умеют петь, и мы приглашаем и работаем, то есть, что мы делаем, мы имеющие наш талант один или два, мы начинаем в них вкладывать и работать, да, нам тяжело, нам не хватает времени, нам это может быть неудобно, но через время мы видим, что этот талант умножился, каким образом? Мы имеем это, наши дети имеют, и они влияют еще на других, это, но нужно поработать, нужно постараться, нужно сделать работу, я верю, что у каждого человека есть этот внутренний потенциал, который он еще не высвободил, но он может это сделать, если приложить усилия, но если человек лукавый, что я имею ввиду, он говорит, ах, надоело, работаешь, работаешь, смотри, никого больше нету, только я-то делаю, что козла от мужчины нашли, внутри лукавое сердце, неблагодарное и лукавое, потому что кроме себя работающего он никого не видит, он не видит, что за тем, но может быть, за той дверью уборщица, которая волонтером работает в общине, она убирает, не просто она убирает, извините, у нас есть сестры, которые, их никто не почти не видит, никто не замечает, они как бы, ну, как бы невидимы на публике, зато после всех они там сходят с этой, как называется, ну, шваброй, это ладно, квантус, не знаю, хорошее название сделал, квантус милосердия, иду туда, то в женский, братья в мужской, и, да, ну, да, особенно после конференции, я вас умоляю, там можно было просто вызывать целую машину, и можно было все выкачивать, но это нужно было делать, никто же не замечает этого, правда, и отношение к ним, так, шо, да, вот это я не понимаю, у каждого есть этот потенциал, у каждого есть, но мы работаем на одно царство, на одно царство, если бы у вас была возможность поменять вашу образ жизни, то есть, как бы, как снять с себя одежду свою, вот, снять одежду, да, своей жизни лично, и повесить ее в Божьем, например, коридоре, и у тебя будет возможность взять одежду другого человека, походить в ней, захочешь ли ты мне походить? А? Нет, абсолютно, потому что мы не знаем, нам кажется, что, ох, нашел себе работку, ох, нашел себе призвание, ох, там еще это самое, не, 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 у Бога есть те принципы, и Павел говорит, сеющий, изнущий, суть одно, суть одно, мы все получаем, и кто поливает, кто угождает, кто пропалывает, кто, может быть, даже приносит воду тем, кто жнецам, кто-то делает обед тем, жнецам, кто-то может быть построил квартиру, дом, жнецам, или же те, кто делает, мы все одно, если мы этого не понимаем, у нас получается то состояние лукавого и ленивого раба, я понимаете, о чем говорю? У каждого, даже маленькая работа, маленькая, маленькое действие в общине, если человек увидит, что оно важно в Царстве Небесном, оно будет действовать, как гвоздик, как гвоздик, который вбили, он больше ничего не делает, одну, например, вещь он держит, но эта вещь, она должна там быть, и это его задача держать на себе, вот, чтобы не рухнуло, чтобы вы поняли это, если ты нашел себя в общине, хоть и в маленьком, даже в раздаче пригласительных, стоять, просто раздавать пригласительные на входе, я вам гарантирую, у Бога ничего не проходит даром, что Бог, он все замечает, а также замечает лукавое и неверное сердце, то есть, и ленивое, один пример, простой, простой пример, мы часто говорим и просили у братьев, у сестер и братьев одну вещь, пожалуйста, друзья, но не будьте как коровы, не жуйте жвачки на собрании, вопрос, проблема у нас жевать жвачки или это некрасиво, или чаще говорили, это пред Богом прямо омерзительно, Богу все равно, он же тебя видит на улице, что ты жуешь, может быть не только жуешь жвачку и может я палец все же по ночам, это Бог может видеть, но он не отращает от тебя лицо, но проблема в чем? В ковре, давайте посмотрим ваши стулья, или возьмите, проведите руками по носу, не хотите, да? Нет жвачек, нет? Уже за все, уже как бы нет жвачек, поборечка, проведи. Понимаете, в чем? Не потому, что люди жуют жвачку на собрании, а потому, что он отживал, он уже ему не жуется, уже как бы не знает, куда деть его. В карман оно слипнется, как бы где-то в сумочку положить тоже никогда не очень хорошо, как бы все, ну что, и он и прицепил. Я понимаю, что вы так, вот теперь надо теперь выдавать на собрании жвачки ментоловы и салфетку сразу, вот, пожелаю. сделать сначала 15 минут хвалы поклоня жвачка, нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам, а потом все собрали, сложили, передали все, и тогда у нас будет хорошее собрание. Я думаю, это совесть человека. Вот даже эти маленькие вещи, что сложного, среагировать правильно, подходят, например, Боря или другие братья, которые у нас в группе порядка, только посмотрите, взял спокойно, извините, пожалуйста, забыл, спокойно взял, а можно салфетку, взял и выкинул, а она, знаешь, что получается, что такой взгляд, что такое, что такое, что ко мне пристали, не, ну, что я тебе должен, и реакция людей какая-то странная, вот, послушайте, у нас у каждого потенциал есть, будь здоровый, что такое, вы говорите правду, да, у нас есть потенциал, который может проявиться, но мы его сами уничтожаем, когда нам предлагают нам неудобное, да, вот, например, я тоже иногда прибегаю сюда в церковь по воскресеньям, как бы, и, ну, с жвачкой, так, и мне стоит начальник книгоохраны, такой, пастор, нет проблем, я вам отдаю, нам трудно перейти этот состояние, ну, как мне, говорят, дать жвачку, что такое, что за понты, я что хочу, то и делаю, я в стране, совет там находился, советчики уже, все давно распалось, и, люди, мы, как верующие, должны немножко по-другому поступать, потому что, Бог нам дал таланты, и потенциал, который мы можем использовать, и те, которые даже собирают жвачки, они, на самом деле, друзья, я вам скажу, найти людей, которые будут у нас в группе порядка, которые наберутся смелости, ну, как бы, и подойти к человеку, и сказать, пожалуйста, не кушайте, или же не разговаривайте, либо там жвачку не жуйте, у меня заняло несколько лет, чтобы найти людей, которые бы имели в себе, ну, как бы, смелости, я знаю, ты подойдешь, не просто скажешь, нет, если мы будем все замечать это, например, да, так сказать, особенно те, кто, которые там под отцом, их зажимают под стул, ну, это другое, ну, просто мы уже много раз выслушивали это, я запрещать, например, жвачки не хочу, чтобы люди жевали, да, не хочу запрещать, потому что в действительности иногда разговариваешь с братой сестерой, что можно будет противоказ одеть, я понимаю, что нормально, потом жвачку жевать, и это самое, ну, что пасты, поговорим, да, я на это не реагирую, мне тяжело, когда человек, вот, не может сообразить то, чтобы взять эту жвачку, и попросить эту салфетку, по типу, просто выкинуть, и все, вот это я не понимаю, этого, надо обязательно ее засунуть, ее там, да, самое хуже, когда еще на нее наступишь, и ты думаешь, что за идиот это сделал, то вспомнил, это я, ой, ой, я вам расскажу историю, у нас, из церкви, которая, как бы, членом, в Техасе, у нас, один из служителей, так мы называем, как, ну, он не был распорядителем, но он, как хозяйственник в церкви, там, все, он там делал, все, и он часто забывал некоторые вещи сделать, и вот, он подходит домой старейшина общины, и говорит, слушай, как мне помнить, вот я, чтобы я, ну, не забывал эти вещи, записывайте, записывайте, все забывайте, он говорит, знаешь что, ты возьми, придешь домой, вдруг ты вспомнил, что там нужно сделать, ты позвони, и оставь себе на этом самом, на автоответчике, ну, перечислить, что нужно делать, знаете, все, и он приходит, одним утром, включает, ну, после, понедельник, пришел, а нет, у него воскресенье, служение, понедельник, выходной, пришли, вторник, он нажимает на кнопку, слушает, а этот пастырь, который ему советовал, вот я стою, как бы, там, как у нас вообще не здесь, вот разделение, и слышу, он говорит, ты, что, ты чего наезжаешь, кто ты такой, кто ты такой же тебе говоришь, такой, он говорит, ой, это я, сам себе договорил, называется, да, я понимаю, что мы, как люди, приходим на служение с различными чувствами, но нам необходимо снять этот, ну, блатной, христианский, ну, не жаргона, фейс свой, знаете, что вы уже что-то достигли, мы ничего, ничего не достигли, поэтому, авакума, давайте откроем, авакума, вторая глава, на стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и чтобы мне ответить на жалобы мои, как много из нас могут стать на стражу, на стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать на жалобы моей, то есть, как нормальный христианин, да, он еврей, понятно, мы как верующие люди начинаем Богу жаловаться обо всем, что у нас наболело, на непонятность служений, как танцуют, как поют, как громкая музыка, как негромко, как дети, которые приходят, рассыпали что-то, там ударили по камере, там где-то что-то сделали, что-то сожгли, где-то не работает, где-то накакали в туалете не так, как надо, мимо, то есть, как бы, все-все, и все-все, так, и знаете, внутри оно накипело, жалобы к Богу, Боже, почему такие верующие могут быть? И есть ответ, приди на молитву, в среду, встань на стражу, и послушай, что Бог скажет тебе на твою жалобу, мы же не делаем это, и отвечал мне Господь и сказал, напиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочесть, ибо видение или видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. О чем я? Есть вещи, которые нам хочется иметь и ответить сейчас, вот сейчас, Боже, дай мне ответ. ответ, почему люди такие, почему они так поступают, что происходит, но внутренний потенциал, который внутри нас, который еще не раскрылся, мы можем что-то сделать, но еще не сделали, мы что-то должны с этим сделать, мы должны положиться и выйти, как бы, вот второй путь, Иисус говорит, кто тебя заставляет один путь идти, иди два пути, то есть, выйди за рамки твоего, как бы, твоей силы, возьми, Боже, твой потенциал может идти не один, не одну милю, а две мили, кто от тебя снимает рубашку, вот твой потенциал отдать ему с радостью все остальное, и кто тебе отдает по правой щеке, да, у тебя есть настолько потенциала внутри, что ты скажешь, ударь меня еще под другой щеке, другими словами, мы должны иметь способность переносить, как бы сказать, воины крестовые, Господни, больше тяжести и лишений, о чем, мы не должны быть, как бы, постоянно в давлении, но иметься в виду, задать себе вопрос, почему-то человек, который, где-то там, извините, в туалете мимо накакал, да, там все, извините, что я так вот прямо говорю, я такой человек, не сказать, что вот, как бы так, скотина такая, как у нас в Любине, он любит говорить так, знаете, у нас все-таки свободная страна, и каждый говорит, я думаю, что я думаю, и так, вот и там вот, говорят так, вот, так и говорила, Богу, слава Богу, что ты перестала, и так, кто это такая, и сволочь, и ты сам, вместо того, чтобы сказать, что он, как бы, идиот, и все остальное, и еще, и в стенку, размазал, и все остальное, бумагу ничего не взял, и все, подумать, а вдруг у человека, был приступ, и он не успел добежать, до всего этого всего, и ему совсем, не до смешного было, и что, на самом деле, это, это случайность, которая, для тебя, неудобная, потому что тебе больше работы, тебе нужно вообще не сделать, всрался, да, не добежал, ну, понимаете, да, ну, послушайте, убрать из собой, тут стыдно, что-то самое, тебя смердить, и надо все, все вымыть, и все остальное, но поскорее домой, и, а то представь себе, ты заходишь, а там без трусов стоит, чудо, ты представляешь, это еще хуже, я тебе говорю, ситуация, и, послушайте, я знаю, что мои классы, они как-то смешные такие, что можно себе посмеяться, но, но это жизнь, на самом деле, жизнь, которая, ну, нас раздражает, некоторые вещи, но мы не задаем вопрос, почему человек это сделал, и снести, такого человека, вот этот раб, который имел, одну ему дали, он говорит, я знаю тебя, я знал тебя, ты злой, ты нехороший, и так далее, и я поцелу тебе, вот тебе в пику, тебе обратно, вот то, что ты мне дал, на тебе, он говорит, подожди, ты лукавый, ты ленивый, двумя словами, что если тебе случилось, подумай, что с человеком могло произойти что-то особенное, даже если он это специально сделал, но все равно, подумай, что это произошло случайно, что человеку было плохо, и так далее, вы понимаете, о чем я говорю, дайте милостью, да, пять минут, да, ну конечно, и нам нужно иметь новое мышление, новое мышление, потому что чаще всего, когда мы приходим к Богу, мы покаялись, мы почувствовали, что с нас сняли этот груз вины, мы стали другими людьми, слава Богу, что все нас видят, что мы смеемся, улыбаемся, показал палец, смеется, показал еще больше, как бы так вот, скажи, вот уже дурачком стал, как бы попал в секту какую-то, как бы радостный постоянно, знаете, вот, и как бы с нами люди смеются, но в самом деле, у нас, эта радость есть, только когда касается каких-то наших ситуаций, да, сложных, жестких, да, мы вдруг из этого смеющегося цветочка, которые становятся этими злыми и в отместку, сказать слово, да, сделать какую-то заподляну, что-то еще, и пойти нажаловаться пастулю об этом, обязательно, не просто пожаловаться, а также сказать, что действительно это гад, который нужно выгнать еще с общины, понимаете, чтобы всем и другим, чтобы это было на повод, чтобы помнили, что такое, не дело так, послушайте, на самом деле, кто во Христе, тот новая тварь, да, и если мы в Машиихе, мы приняли Господа, мы должны быть новой тварью, и значит, то, что мы делали раньше, как мы судили людей раньше, как мы заходили и выговаривались всеми этажами сверху донизу, по-русски, так серьезно, то можно уже забыть это, и сделать его более христианским. вот тут-то вспомнил, а уста по-христиански говорят, да, я удивляюсь, когда разговариваю с христианами, они говорят слово-слов там, блин, ну, есть еще какие-то другие слова, так я говорю, что одно за другим, сменили другим, как это возможно, как бы так, главное, чтобы на устах что-то было, если не жвачка, то хотя бы словечко, да, и я понимаю, что здесь Писание говорит о том, что кто в Мессии, тот новая тварь, прошлое уже прошло, теперь все новое, по-гречески, именно новая тварь означает новая человеческая раса, или же раненесуществующая, вот новая тварь, это новый человек, который раньше не существовал, то есть, с Мессией ты умер, ты все, у тебя старого уже нет, ты уже новый, а тут получается, ты новый рождаешься, а хвост еще остался, как у обезьяны, как бы все осталось еще, да, за что цепляться, за ветки, парля копытная, да, начинается, но, вот, вот, именно момент, что новая тварь, именно это наше состояние, вот внутреннее, тот потенциал, что мы можем высвободить, новое, новые отношения, новые мысли, их тяжело, реально тяжело быть верующим человеком, все думают, что мы стали дурачками, но в самом деле, мы пытаемся быть другими, мы еще не достигли, мы, Писание говорит, что мы являемся детьми Божьими, мы, вы дети Божьи, но еще нет, как это что будет, понимаете, да, то есть, вы, да, вы дети, вы уже посажены, но неизвестно, что еще получите, и так интересное положение, почему, потому что, сохранивший, или это простейший до конца, что спасется, и много нужно пройтись, и пострадать, а мы же не хотим, нам же не хочется, и когда в общине мы собираемся, все вместе, мы представляем перед всеми тело Мессии, тело Мессии, и когда придет к вам незнающий, либо неверующий человек, не подумает, небеснуетесь ли вы, то есть не имеется в виду, только что говорим на языках, да, и там с поведом, а вот как мы обращаемся друг с другом, как мы разговариваем, мы иногда не замечаем, мы хотим показать свое я, мы хотим показать свое я, вместо того, чтобы потихоньку сказать обиженному человеку, а можно мы сейчас решим этот вопрос по-другому, давайте мы после собрания, если мы еще вспомним, что было, мы разберемся с этим, попробуйте решить вопрос один на один, если ты видишь брата согрешающего, не против тебя, а вообще согрешающего, пойди к нему, сделай выговор ему один на один, все, выговор, это же, знаешь, как выговор дают, надо сказать ему все, что ты о нем думаешь, по полной, и плюс еще с эмоциями, нет, так это бывает, это просто постоянно, но вопрос же именно сказать ему, и вот здесь идет нагорная проповедь, блажены миротворцы, да, блажены, когда будут вас гнать незаслуженно, о, меня гонит, я там наплевал, жвачку прицепил, меня гонит незаслуженно, а что я должен был с ней делать, да, не заслуженно, проглотить, в нос запхать еще, за ухо, честно, это в старые времена за ухо, кх, все зацепили, это страшно, я один раз тоже видел, слышишь, что там у мужика сзади, что там такое, он там жвачку держит, за ухо, никогда не видели, нет, какие-то страшные, какие-то вещи, и в мессии, в нем, то есть, внутреннее понимание, в нем, в вешу о мессии, мы новая тварь, вот это слово, новая тварь в мессии, да, в нем, встречается в Библии сто тридцать четыре раза, в нем, сокрыт в нем, праведник пойдет и будет сокрыт, то есть, это вот состояние в Боге, и когда ты в нем, в Боге, ты должен иметь возможность измениться, человек, который, мы видим, имея потенциал использовать один свой, можно сказать, монету, да, вот, талант, у него была возможность, при всех его минусах, у него была возможность использовать свой этот талант, и Бог это видит, каждый из вас, вы знаете, других людей, вы знаете, на что он способен, и чаще его, как верующий человеку, мы должны распознавать, что в человеке, мы должны, мы видим, что он раздневничался, да, и там, какой-то психован, такой, как бы, ааа, там, его, кто-то настропалил, не надо подходить к нему и еще добивать его, ну, подождать, добить с любовью, я знаю, такой вариант был, помните, да, в Тургене, в Муму, топил с любовью, плакал и топил, христианский образ жизни, перекрестился и топил, да, итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только присутствием моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Другими словами, независимо от того, находишься ты в сети верующих, или же ты вне их сферы влияния, когда же один послание Павла говорит о том, филиппийцам 2.12, что Бог над всем владычествует, и что Бог производит в вас хотение и действие, то есть у нас хотение – это наше желание, потенциал, и действие, способность произвести это все, ведь мы, как верующие люди, знаем, что есть добро и что есть зло, или нет? Конечно, когда Ева вкусила, то уже понятно, что и Адам-то попал, не хотел разводиться с женой, поэтому в единстве они решили как бы скоротать здесь земной век, но мы понимаем, что добро и что зло, и как верующие люди мы должны распознавать, и это дар, это дар, ведь когда говорят распознание духов, да, а ведь не то, когда это склоняется к тому, чтобы распознать дебисовский дух, вот там смотришь на человека, а там у него рога бурят, и понимаешь, что все, торба, надо человека освобождать, нет, а распознать, каким человек духом пришел, с миром или же со злом, и ты понимаешь, когда человек пришел с миром, ты расположен, и нам хорошо, когда нам делают добро, но еще говорит, так же и мирские или же язычники тоже самое делают, отвечают добром, добром, любовью, любовью, что такого, да, то есть нет, а вот на зло, когда ты видишь, что зло произошло, попробуй на зло среагировать добром, потенциал, который вот именно говорится, у тебя он есть, он заложен Богом в тебе, ты новая тварь, этот потенциал ты можешь высвободить, и ты понимаешь, каждый человек, я знаю, что каждый человек знает это, что он может, он знает, что он хочет сказать другому человеку, он знает, что он может сдержаться или же дать в пику, да, выйти из себя, он знает, пятачок, да, и 12 стульев, нужно перестать мечтать о сверхъестественных, чудесах, знамениях, и все, когда мы хотим, как христиане, верующие, вот это наша сила, посмотреть, что самая большая сила, это иметь контроль и сделать, выйти за пределы своей лени, внутренний потенциал высвободить, это сделать, и я честно вам скажу, что, сейчас, что, ведь чудеса и знамения нас не доведут до небес, вы понимаете, да, они являются вспомогательной частью в служении, нашем служении, мы будем это все видеть, и очень часто, как бы, концентрируют внимание, что служители в церкви, служители и пастора должны двигать в общину, вот этом, каком-то, фееричном движении Духа Святого, и тут пришло исцеление, и все остальное, движняк начинается, и многие люди ожидают, что если в это, в центральном собрании, в этом пасторе, там вот это все не происходит, значит, не та церковь, но забывая сущность, первоапостольская церковь не действовала так, таким образом, не действовала, они все были готовы служить, представьте себе, что вы, приходя в мгновенную общину, да, вот, к нам в общину, зная, что Бог будет делать, вы приходите, видите, что человек пришел, держит на живот, просто ему плохо, и ты понимаешь, имеешь откровение, что Бог тебе говорит, ты идешь, не сидишь просто, а выйди на следующий уровень, у тебя есть потенциал, какой потенциал, Бог с тобою, ты думаешь, что тебе не получится, ты Бог с тобою, подойди и спроси, я могу за тебя помолиться, помолился, и никто об этом не знал, а что получилось в целении, я, например, для меня очень важно, чтобы люди внутри общины могли действовать так, ведь, если мы будем делать, ну, как бы сказать, такое театральное, ну, театральное, такое плохое слово, ну, показное движение, и так у нас сегодня, служение, помазание, исцеление, излияние Духа Святого, и избавление от всех привычек, и так далее, приходите все, туждающиеся обреваемые, и пастырь освободит вас, понимаете, и начинается этот движняк, например, оно хорошо, нормально, когда оно происходит в собрании, когда пастырь за это молится, и это действует, я за то, я за это, но больше всего силы и действия будет, и церковь будет пополняться людьми, когда люди, которые говорят, что я Господень, и Иешуа живет во мне, и я новая тварь, у меня во мне новый потенциал, и я хочу помолиться, и когда люди выходят на молитву, покаятся, то другие не ждут, когда говорят пастырь, и так, пожалуйста, давайте мы помолимся, ну, кто-нибудь встаньте, прийдите, помолитесь, мы же боимся, или не хотим, потому что понимаем, что так мы в торбе, жвачку прицепил на кресло сюда, в туалете неправильно покакал, и то самое, то есть, пока подошел сверху до низу, обозвал с этих самых встречных, или ашеров, или группу порядка, нагрубил, поэтому не хочется сейчас выходить, молиться, потому что, а вдруг этот рогатый из этого человека, который там покаялся, вдруг прыгнет на меня, не, не надо, пускай пастырь тебе забодается теперь с ним, вы понимаете, что я говорю, да, это не община, это не церковь, это просто, ну, состояние, ну, неправильное такое состояние, у нас у каждого есть потенциал, у нас у каждого, если это, Боже, помогает, новое творение, а если новое, то старое уже прошло, как участвовать, это очень просто, мы можем исповеданием, каемся, если мы там, каясь, каясь, как бы, растворяюсь, да, во всем своих этих делах, и полностью освобождаешься, верой, мы верой получаем прощение, никто из вас, как бы, по-другому не может получить, вы исповедуете свои грехи перед ним, и верой принимаете, что он вас простил, а он, будучи праведен и истинен, он простит вас, во всех крещениях ваших, когда ты покаялся, ты приходишь, и молишься, конечно же, это, если человек, ну, женщина или мужчина, он блудник, и, ты знаешь, у него крышу снесло, он там, как бы, блудит, и, как бы, видит всех, как его великим апостолам, пророкам и все остальные, у него гарем людей, и он говорит, все, я пошел помолиться, то того, конечно, нужно выносить уже, как бы, оттуда поскорее, но на самом деле, ага, когда-то был выносили, я понимаю, но здесь ваш потенциал, а ваш потенциал, знаете, сколько может, может много молитв праведника, аминь, делаем перерыв, как раз может быть,